всем привет вы на канале ушел по делам вот ребят сегодня выбрался я в парк покормить лисят у нас произошло происшествие совсем недавно пострадал шурик один лисенок вот у нее есть рана возле шеи я его пытаюсь ребята лечить также ребят у меня сегодня день рождения мне исполнилось 45 лет хочу поблагодарить всех своих знакомых 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 друзей кто меня поздравил кто подарил мне подарки большое вам ребят спасибо также ребят хочу благодарить еще одного человека который не остался в стороне и скинул лисенка на лечение это у нас елизавета николаевна вот ребят сумма 300 рублей это ребят уже третий человек еще ребят было пожертвование от анастасия александровны и а татьяны владимировны большое вам спасибо вы знаете елизавета николаевна эти деньги пойдут на корм для лисят потому что в первые дни мне девушка помогла мы скинулись купили антибиотики и мой приятель тоже олег он мне предоставил баллон спрей вот все необходимое для лечения пока есть а вот на корм конечно денег не хватает как говорится я сегодня на эти денежки на 300 рублей мясной купил почти 800 грамм куриных сердечек вот ребят видно вам нет сердечки куриные на 300 рублей 794 грамма так что эти деньги пойдут на корм мы с татьяна владимировна в первый день скинулись на антибиотик лисенку вот а вот те деньги которые скинули анастасия александровна и елизавета николаевна эти деньги пойдут на еду вот эти 300 рублей моих располовением вот я в них 4 сердечка заложил антибиотик и считайте что вот ваши деньги по 150 рублей я купил вот эти куриные сердечки следующую покупку я еще куплю сердечками же осталось 300 рублей это от вашего имени спасибо вам большое вы знаете еще взял с собой спрей-баллон вот но я понимаю что шурик уже боится и не знаю вообще сегодня подойдет он ко мне или нет но вот мой приятель олег он ветеринар рассказал что был случай у него есть знакомые которые есть в охотхозяйстве да и у них были случаи когда к ним приходили раненые животные вот олени и сами просили чтобы им брызгали на бок представляете им брызгали они убегали потом возвращались и сами представляли спину если вдруг сегодня шурик захочет не подставить шею то обязательно ему обработать все ребята сейчас подготавливаюсь и едем попробуем встретить шурика ну что ребят вот я подъехал на место посигналил никого пока нет но подождем кстати вы знаете сегодня так холодно стало мне еще родители говорили в тот день когда я родился я родился в 1978 году морозы были доходили до минус 40 сейчас конечно не минус 40 но ребят действительно очень холодно у меня даже давление в покрышках упала и возможно я тоже ребят под заболел у меня мама болеет уже третий день температура сегодня я на таблетках вот ну что делать ребят надо помочь лисенку хотя бы его закрепить антибиотиками делать нечего ребят надо помочь ну чё ребят съездил я в несколько мест там где последний раз видел шурика и где с новым лисенком познакомился пока ребят никого нет я даже знаете думаю что может сегодня они не выйдут потому что очень сильно холодно на улице я уже достал чай у меня тоже знаете ребят такое состояние прям чувствую как организм у меня борется мне прям под тряхивает внутри сейчас стабилизировалась вот взял чай попить хочу с лимончиком так что ребят не знаю долго ждать наверное не получится вот ну еще подожду конечно часик наверное и ребят поеду домой поеду ребят домой лечиться вот так вот ну чё ребят вот такой у меня здесь быт стою я жду лисят вот вы знаете хотел с вами здесь поделиться очень приятно осознать что у меня в подписчиках есть такие люди если честно вы знаете я уже давно разочаровался в людях вот и этот клик я бросил я если честно даже не думал что даже кто-то откликнется я все равно бы шурику помог нашел бы деньги мне было интересно вы знаете очень много людей писала и говорила не давали советы как кормить чем кормить какие лекарства давать много людей кто призывали давайте поможем давайте скинемся вот я думал и этим все ограничиться и благодаря вот таким людям как вот татьяна владимировна анастасия александровна елизавета николаевна эти люди с большой человеческой душой благодаря им знаете стало мне уже немножко легче все-таки не все еще потеряно что оказывается есть люди которые могут помочь вы знаете я уже на протяжении много лет помогаю не только детям животным и люди бывают разные ситуации разного характера представляете вы постоянно это делаю я один никому ничего не надо все думаю что за него кто-то это сделает или я тяжусь очень приятно осознать что из трех тысяч подписчиков нашлись три человека представляете какой процент те люди которые откликнулись и не бросили раненого лисенка они не стали разгонять воздух пустыми словами показали все на деле большое вам человеческое спасибо эти люди с большой душой с любящим сердцем некоторые могут задать вопрос а что значит большая душа это значит что человеку этому хватает столько сил не только о себе позаботиться у него еще хватает духа помочь другим это значит вот и есть большая душа вы знаете я научился получать удовольствие от того что я помогаю кому-то когда делаешь человеку что-то ну даже пускай не человеку а либо кому-то делать что-то приятное вы знаете как приятное на душе некоторые получают удовольствие там что-то украл либо что-то еще сделал у меня совсем ребят другие принципы в жизни я научился получать удовольствие действительно мне на душе становится спокойно когда я кому-то помог что-то сделал хорошие и моя совесть чиста не от этого сон крепче кстати хочу поблагодарить своего друга олега он не принес поздравил хороший торт торт пирог вообще такой вкусный ребят он с ягодами маме очень тоже понравился с большой большой тебе спасибо также мне подарил еще подарки это действительно человек который вы знаете он всегда делает кому-то что-то добро и не просит ничего взамен даже может благодаря ему научился этому поступку что можно делать добро и не ждать ничего взамен и получать от этого удовольствие ну что ребят лисят я прождал около двух часов вы знаете можно подумать что шурик конечно обиделся на самом деле нет просто не очень холодно этот лисенок тоже не вышел я несколько раз туда ездил подъезжал видно действительно холодно ребят сейчас брошу сердечки с антибиотиками сюда возможно здесь шурик живет еще немножко сердечек тоже ему брошу поеду ребят пока термос меня греет я все допил так как бы положить то не знаю чтобы не провалились там ребят такие дырки сможет он взять не сможет не пойму так есть еще кто-то из них нет его их ребят не туда она бросает туда залетела и туда залетела может подберешь вот ребят такое количество брошу тоже много бросать не буду чтобы он съел с антибиотиком а то он будет ребят закапывать все ребят поехал я домой действительно сейчас очень холодно я уже замерз садись больше трех часов пока сюда ехал вот все всем пока и да и и и Субтитры создавал DimaTorzok